привет мои хорошие коллеги сегодня просили же вы меня до поварим чугун я был в люра мерлен и я даже не ожидал их там увидеть смотрю электроды для сварки чугуна представляете так случайно просто зашел туда по своим делам смотрю лежат и сразу вспомнил что вы просили меня поварить чугун я кстати скажу что именно такими электродами я в жизни ни разу не варил я варил чугун еще это было нара лет 20 назад последний раз тогда таких электродов может они были где-то в европе в россии их точно не было мы варили обычный электрод рутиловый медной проволочкой обматывали и варили то касаемо этих электродов то эти электроды на основе никелевого стержня с покрытием дающим малое количество шлака предназначен для сварки чугуна обеспечивая получение наплавленного металла с хорошими свойствами для последующих механической обработки идеальны для ремонта треснувших чугунных деталей заварки дефектов литья я хотел конечно обычно чугун варят какой блок на двигателе лопается да или там головка чугунная ну нет и мы тут все автосервис обошли нету спрашиваем может есть что-нибудь там деталь как мы за деньги готовы купить нету и все я в том же лера мерлен видите купил два чугунных фитинга вот попробуем поварить их тут даже на на упаковке написано муфта чугунная пакетная переходная 50 на 40 я сейчас почищу лепесточком чтобы снять вот этот слой попробуем я не знаю как они будут себя вести эти электроды будут себя впервые вместе с вами попробуем коллеги что хочу сказать вот упаковочка здесь три электрода стоят они 850 рублей понимаете поэтому вы подумайте прежде чем варить чугун насколько это целесообразно я так подозреваю что эти электроды самые дешевые если брать там хоть нормального производитель там десап или линкольн они будут еще дороже а если брать есть даже проволока для полуавтомата для сварки чугуна она там вообще там смотрел там такая вот катушечка по моему даже килограммовая 12000 поэтому я так подозреваю что большинстве случаев будет проще выкинуть эту деталь чугунную купить ее новую ну конечно если брать там мазовский двигатель вот я в своей практике один раз варил прям блок это был комбайн там два мазовских двигателя и блок прям лопнул ну двигатель менять конечно это удовольствие не из дешевых и я вот как я говорил медная проволочка обмотал и заварил и комбайн поехал убирать пшеницу дальше не знаю что сколько этого хватило ну такой случай у меня был в общем коллеги сейчас я все это подготавливаю и мы начинаем устраивайтесь поудобнее и погнали парни вот так вот смотрите выглядит электрод 300 миллиметрового длина 32 диаметр производитель fox world вот их три штучки здесь вот смотрите я муфточки зачистил видите вместо сварки чугун бывает конечно очень разные сплавы я там в интернете почитал немножко есть чугун который сваривается с подогревом предварительным то есть там до 350 градусов подогревается сваривается потом постепенно дает ему остывать это нужно печь для этого которая поддерживает определенную температуру есть чугун который нагревается до 150 по моему градусов а есть чугун который можно варить на холодную и кстати вот эти электроды с никелевым сплавом они предназначены для того чтобы варить чугун именно на холодную уж я не знаю какой здесь сплав конкретно вот эти муфты без понятия я купил состав мы конечно не узнаем ну как он варится мы узнаем в процессе я это буду делать впервые вместе с вами поэтому давайте настраиваем сварочку и погнали парни я сейчас поставлю две точечки чтобы хотя бы понять приблизительно как себя ведут электроды что ждать потому что я сам не знаю чего от них ждать значит на упаковке написано от 90 до 130 ампер можно ставить на этот электрод я поставил пока 110 так среднее значение в общем давайте прихватим посмотрим парни я хочу сказать прихватка очень ровная сейчас еще одну да варит стабильно в общем давайте мы сейчас попробуем построить поставим фильтр покажем вам сам процесс сварки вы посмотрите сами так парни ну с богом а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готово! Парни, я вам хочу сказать свои первые впечатления. Новые технологии как бы делают свое дело, да. Я даже не ожидал, что будет такой процесс. Процесс довольно легкий и стабильный. Очень похоже на сварку электродами ЛБ-52. Вот как основное покрытие варит, да. Там улони, очень похож процесс. Дуга горит стабильно. Единственный недостаток, который я заметил, это очень сложно понять, где шлак, где металл. Потому что так, возможно, тут металл довольно тонкий, ну где-то миллиметров 8, это муфта. Вот. Если будет толстый металл, там уже можно будет току накрутить побольше. Возможно, будет это вариться еще проще. Кстати, там на упаковке написано, что эти электроды дают очень мало шлака. Это действительно так. Я еще шлак не оббивал. Сейчас давайте мы вам попробуем покрупнее показать. Вы сами все увидите. Я боюсь, конечно, стучать сильно, потому что чугун, он еще не остыл, чтобы не было трещин. Но я пока трещин не наблюдаю. Давайте попробуем оббить шлачок. Ну, видите, шлак оббивается очень легко. И его крайне мало. Парни, вот смотрите. Видите, какой результат. Сильно большой валик, да? Вот здесь еще больше валик. Это прихватка. Поэтому прихватку перед сваркой обязательно надо зачистить, чтобы не было таких валиков. Вот. Здесь напрашивается, конечно, побольше току. Я сначала поставил на первом электроде 105 ампер, потом добавил до 110. Ну, боялся прожечь, это понятно, что муфта, она довольно тоненькая. Вот видите, я уже, вот в этом участке, я уже прибавил току до 110. Уже гораздо более такой стабильный провар, как мы можем видеть, да? А первый электрод, большой валик и неглубокий провар. Ну, там на упаковке написано, до 130 можно набалтывать, да? Ну, если толстый металл варить, там блок какой-нибудь обычно лопается, да? Можно максимальный ток ставить, 130 ампер, чтобы был ровный, четкий провар. Опять же, можно перегреть, конечно, чугун. Ну, как вы можете видеть, довольно тонкий чугун, сварился без всяких проблем. Ни одной трещины я не наблюдаю, ни одной. Даже, ну, когда бывает, чугун варишь такой капризный, даже в процессе сварки бывает слышно такой пынь, лопается, пошла трещина. Здесь ничего такого подобного не было. Спокойно, без отрыва я обварил эту муфту. Парни, вот смотрите, вот я варил 105 ампер, здесь прям видно, не знаю, видно вам будет или нет. Вот он стык. Где я навалил до 110 ампер, да? Здесь уже провар поглубже. Здесь надо было еще больше. Ну, конечно, парни, имейте в виду, когда чугун толстый, надо обязательно делать разделочку. Зарезать, да? Залить разделочку, потом положить облицовочный шов, чтобы был поглубже провар. А так, вполне себе отличный, четкий провар. Вот я его разрезал, все четко. Парни, ну, давайте я итог. Какой я итог могу подвести? Даже электроды из Леруа Берлен, это китайский производитель. Не буду еще раз озвучивать марку, но я ее уже озвучивал, да? Кто видео внимательно смотрит, чтобы не делать рекламу. Ну, электроды вполне годные. Очень стабильный идет процесс сварки, стабильный. Тут главное не жалеть тока, да? Потому что мало тока, сразу начинает наваливать валик, зачищать прихватку и желательно сделать разделочку небольшую. И току побольше. Варит очень стабильно, четко. Я даже не ожидал, парни. Я вот ехал сюда, думаю, что ж будет? Как же ж это? Знаете, всю дорогу переживал. Думаю, как же я этот чугун? Заварю, не заварю? Будет вариться, не будет? Варится спокойно. Даже не надо быть там величайшим сварщиком. Коллеги, ну, надеюсь, я вам был полезен. Пишите в комментариях. Мне самому даже понравился этот процесс. Поэтому, если вам интересно, оставляйте комментарии. Мы найдем еще такую, ну, какую-нибудь, знаете, блок чугунный там, за автомобильного двигателя. Или, может, там какую-нибудь чугунную там железку, такую потолще. Я там сделаю, зарежу там разделочку. Все как положено. Попробуем заварить. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, еще и проволоку на полуавтомат, когда мы разбахатеем только. Я сейчас не могу себе позволить за 12 тысяч покупать килограмм проволоки для полуавтомата. Парни, знаете, какие кнопочки нажимать? Да, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. На телеграм-канал подписывайтесь тоже. Нас там уже почти 200 человек, парни. Там уже идет нормальная такая движуха. Давайте, парни. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok